Остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем делать запрос в энергоинформационном поле и приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Елены. У нее учитель Архангел Уреил. Архангел Уреил. Снимается маски и голограммы. Фантом Пресвезд. Он не здесь. Ах, все хорошо. Просто идет информация. Как нам сейчас поступить, дорогой Архангел Уреил? Он будет общаться со своего уровня. Благодарю вас. Очень рад с вами общаться. Итак, у нас 10 вопросов Елены. Начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа? Моя душа гибридная. Веселиро и ангельские энергии были смешаны и воссозданы в определенную душу, которая проходит свой опыт на сегодняшний день в человеческом теле. Пока я закончу. Второй вопрос. С какой целью моя душа пришла в этот мир? Любая душа, созданная, приходит в ее мир, чтобы достичь определенного состояния совершенства или абсолюта. Если мы говорим в глобальном измерении, и если же вопрос касается планеты Земля и человеческого воплощения, то это очень глубокий вопрос. Любая душа, приходящая на планету Земля, имеет свою задачу. Я приведу пример. Вы ждете, что цивилизации будут помогать вам. Ангелы-хранители, архангелы с разных уровней. Но вы забываете, что вы и есть часть воплощения душ. С ангельских миров, с Плеяд, созвездия Лиры, с других объектов. Вы уже находитесь на Земле, и вы меняете жизнь этой планеты, и вы защищаете эту планету, и вы даете ей будущее. Именно от вас зависит, какая жизнь на Земле будет в дальнейшем. То, как вы принимаете, то, как вы реагируете, то, как вы проводите свою жизнь в рутине или в гармонии, то, как вы растите своих детей, будет влиять на будущее этой планеты. Поэтому твоя душа пришла получать свой определенный опыт, а также гармонизироваться энергиями планеты Земля, радоваться окружающей природе, животным, изучать эту планету, растить своих детей, понимать их, отдавать свое понимание и добро, видеть людей вокруг себя, быть милосердной, доброй, позитивной, и нести в этот мир часть своей ангельской души, а также лирианской, защищать свое место, стадить больше деревьев, участвовать в жизни планеты. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас, уважаемый Архангел Урил. Третий вопрос. Какой уровень моего высшего Я? Твой уровень девятый, и по пути к десятому уровню, но ты так погрязла в человеческих, земных, рутинных делах, что перестала радоваться жизни и видеть эту жизнь вокруг себя. Поэтому тебе был дан учитель в моем лице, чтобы двигать и напоминать, что вокруг тебя есть солнце, радость, любовь, свет. И в тебе есть любовь и свет, который ты меняешь, отдаешь, получая вибрации и любовь из пространства матрицы Земли, ища позитив и находя нужные вибрации. Я бы хотел повторения вопроса. Вопрос был, каков уровень моего высшего Я? Вы сказали, переход с девятого на десятый. Да, именно так. Благодарю. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Правильно ли я выполняю свое предназначение на Земле? Нет, неправильно. Как я уже сказал, именно поэтому я здесь подталкиваю тебя и показываю твои знаки. Ты слишком погрязла в свои собственные мысли и рутину вокруг тебя. Ты закрылась от мира, живого мира, мира планеты, мира вибраций и энергий. Пора слушать свои внутренние желания, позитивные мысли и находить, как я уже сказал, отклик в пространстве вокруг тебя. Я лишь хочу сказать, что прогресс налицо, иначе бы мы с тобой не разговаривали сейчас. Моя задача – подтолкнуть тебя вглубь к своей душе, разбудить ее. Твоя задача – на земном уровне научиться получать радость извне и нести эту радость наружу. Это обмен, энергообмен. Но найти правильные вибрации энергии – твоя задача. Я знаю, что в твоей жизни были негативные моменты, но они остались позади. Радостная, счастливая, позитивная жизнь внутри тебя, нахождение ее внутри и нахождение ее внаружи. Настройка правильных вибраций и энергий зависит только от тебя. Благодарю. Благодарю вас, Архангел Уриил. Пятый вопрос. Какие практики мне надо использовать для моего развития? В первую очередь тебе нужно обратиться к своей душе, поздороваться с ней и услышать свои вибрации в сердечной чакре. Порадоваться своей интуиции и наблюдать. Наблюдать изнутри за знаками, мелодиями, звуками, словами, цифрами. Как я уже сказал, все вокруг тебя. Не наблюдая и не ища, ты никогда не сможешь сделать первый шаг. Не нужно ждать, нужно научиться видеть это вокруг себя. Тебе все дано, но ты стоишь на месте, не делая шаги. Энергии и вибрации это два ключевых момента. Научись получать энергии, заправляться ими, поднимать свои вибрации, чувствовать их в каждом энергетическом центре. Эти практики были даны тебе уже. Как ты продвинулась с ними, знаешь только ты. Но немного я. Я не буду это озвучивать. Это твой анализ. Какие духовные практики ты уже делала? И что ты имеешь в виду под духовными практиками? Я хочу этим сказать, не ищи каких-то мистических практик. Тебе были даны определенные уроки с вибрациями и энергиями. Учись их расширять, визуализировать эти энергии, чувствовать эти вибрации в каждой чакре в своих ладонях. Это самые первые практики. Когда ты научишься заправляться энергией, гармонизировать их, только тогда от тебя пойдут в мир вокруг тебя. Я не назову это пустотой. А именно в мир, окружающий тебя, пойдут определенные вибрации, которые будут притягивать жизнь вокруг тебя, позитив и радость. Отдавая добро, ты получаешь добро. Неся радость, радость возвращается. Поэтому главное и первое тебе нужно самонастроиться, сгармонизироваться, прочувствовать высокие вибрации. Все цифры тебе были даны. Работай с ними. Это первые духовные, как ты называешь, практики. Достигнув этого результата, тебе будут открываться новые задачи и новые шаги. В сторону развития души и осознанности будут приходить тебе знаками. Благодарю. Архангелу Риил. Вся эта информация, безусловно, мы ее дали после сеанса ее чистки. Точно так же у нас есть очень много видео, где мы детально объясняем, как правильно этими энергиями заправляться, как визуализировать, о важности визуализации, цифры она свои знает, как меркабу выставлять. Мы это все показывали, но это должно быть желание души. Именно поэтому я сказала, что проанализируй сама, чем ты занималась, это знаешь только ты, как ты использовала эти практики, знаешь только ты и немного я. Благодарю вас, дорогой Архангелу Риил. Можем продолжать дальше? Да, пожалуйста. Шестой вопрос. Нужен ли мне учитель для духовного развития? У тебя уже есть учитель в моем лице. Все, что тебе нужно, это развиваться. Слышать в первую очередь себя, как я уже сказал, стать наблюдателем, видеть знаки, чувствовать вибрации, дарить радость, не ждать от учителя каких-то духовных практик, самой делать первые шаги к знаниям и осознанности. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Какие таланты скрыты во мне и что стоит развивать? Я не буду повторяться. Развивать нужно свои энергетические центры. Как я сказал, выше вибрации и энергии это два главных ключа для тебя. Объясню почему. Не понимая свою энергетическую систему и живя в дисгармонии с собой, ты не можешь развиваться правильно. первое, что тебе нужно сделать, я сказал выше, вибрации и энергии. Сгармонизируй их и только тогда ты сможешь давать правильные энергии в этот мир и получать правильные энергии для дальнейшего развития. Я закончил. Я указал лишь на первый шаг. Без первого шага никто не может делать второй или третий, так как самая база будет потеряна. Продолжай, пожалуйста. Я благодарю вас. Восьмой вопрос. Сколько кармических узлов мне осталось пройти? Это зависит от тебя. Если ты примешь свое развитие и будешь стараться развивать и вести свою душу к осознанности, новые люди будут встречаться на твоем пути, новые практики, новые увлечения зайдут в твою жизнь вместе с новыми вибрациями, тогда у тебя будет два узла. Если же ты будешь посвящать действие 90 рутине вокруг себя, тебя ждет один кармический узел. Мой ответ прозвучал, можешь продолжать. Я благодарю вас. Девятый вопрос. Какие советы может дать мне куратор в настоящий момент, учитель? В настоящий момент, как я уже сказал, первый шаг это гармонизация своих энергетических центров. Это очень важный и главный шаг. Если ты правильно научишься гармонизировать свои энергии и чувствовать свои вибрации, следующий шаг будет в гармонии и балансе. Именно поэтому так важен первый шаг научиться чувствовать свои энергии и вибрации, а также защищать их элементарной универсальной защитой Меркаба. Меркаба связана с космосом и Землей. Сверху ты получаешь космические энергии, лиры и ангельские, снизу ты скидываешь негативные и низкие вибрации. Именно поэтому первый шаг так важен. Благодарю. Это фундамент, как вы сказали. Благодарю вас, уважаемый Архангел Уриил. Десятый последний вопрос. В прошлых воплощениях играла я тоже на музыкальных инструментах? Да, ты играла на арте. Замечательно. Вопросов больше нет, уважаемый Архангел Уриил, если вы хотели от себя что-то сейчас добавить. Я добавлю по прошлому вопросу. Пожалуйста. Арфа и звуки арфы, так же как и флейты, имеют определенные вибрации и настраивают все энергетические центры на определенный лад гармонии и баланса. Это вибрации, которые слышит окружающая среда. Благодарю. Архангел Уриил, вопросов больше нет. Остался маленький нюанс. Я думаю, вы знаете, о чем идет речь. У нас есть очень добрая традиция, которая еще ни разу не нарушалась. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Я спрашиваю разрешение уважаемого Архангела Уриила. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, своей подопечной, за эти ответы, просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Прекрасная корзина. Мне будет приятно. Это небольшое напоминание о нашей встрече. Благодарю. Благодарю вас, дорогой Архангел Урил. На этом месте искреннюю благодарность примите от нас всех. И я говорю, до скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Один, два, три. От него как потоки такие были в комнату и корзина также ушла к нему. Отлично. Я просто думал, ты что-то хочешь еще добавить, но все. Нет, он просто как это связь стала пропадать этот поток. Елена, мы провели встречу с вашим куратором, с вашим учителем Архангелом Урилом. Как вы ее оцените? Вы получили ответы на все свои вопросы. Великолепная встреча. Я не только ответ получила, я еще зарядилась определенной энергией, которую я чувствую, ее вибрации извне. Послание вашего учителя вы услышали, все лежит в ваших руках, именно вам предстоит делать этот шаг, никто другой за вас его не сделает. Работайте, все у вас отлично получится. Было бы желание. Хорошо, сейчас мы закончили, будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Елены в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточки, каждой извилинки головного мозга, проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. А Елена светится вся, вибрации выходят, и, конечно, у нее есть крылья, и она счастливая изнутри все. Отлично. Отключаемся от Елены.